Привет, на этот раз будет немного информации в основном для Михаила касательно предстоящего релиза DXVK 2.0. Когда вулкан 1.0 только появился, и то каким он является сейчас, это не одно и то же. И соответственно возможности DXVK, которые были ему доступны тогда и сейчас, тоже отличаются. Еще это весной был анонсирован вулкан 1.3, и вот теперь DXVK в предстоящем релизе будет иметь цифру 2, чтобы явно показать, как он переходит на использование вулкана 1.3 коры, который позволил разработчикам переписать и упростить часть кода. Однако у этого события есть два последствия. Первое, из-за переписывания кода, даже частей, которые не добавляют нового функционала, могут вылезти неожиданные баги. Но это дело, к счастью, вполне поправимое со временем. Люди будут сообщать о проблемах, а когда о них станет известно разработчикам, они будут потихоньку это исправлять. И второе, повышение минимальных требований. В DXVK 2.0 будет в жесткой зависимости от вулкан 1.3. А потому давайте-ка я немного более подробно остановлюсь на том, где конкретно повышение этих минимальных требований проявляет себя. Первое, это графический драйвер. И сама видеокарта должны поддерживать вулкан 1.3. У меня нет опыта пользования AMD-карт, но для Mesa это вероятное использование версии как минимум не ниже 22.0. А для владельцев карт NVIDIA не ниже 510-й ветки версии проприетарного драйвера. Но дело в том, что в этой ветке уже не поддерживается 600-я серия, так что внимательно проверяйте список совместимого оборудования. Другими словами, допустим, если ваш дистрибутив предоставляет только 470-й версии драйверов NVIDIA или старую Mesa, то DXVK 2.0 и выше не будет работать на таком дистрибутиве. Также от дистрибутива зависит то, какую версию вулкан лоадер он предоставляет. Обычный его пакет на Debian подобных дистрибутивах называется LibVulkan. Необходимо, чтобы его версия также была, ну как минимум, не ниже 1.3. Но, вероятно, на деле понадобится немного более свежая версия. Наконец, последняя на стороне Vine тоже должна быть поддержка вулкан 1.3. Насколько я помню, это где-то начинается с Vine 7.1. Но на деле, скорее всего, понадобятся опять более высокие версии. Последняя версия Proton 7.0 содержит все необходимые изменения, так что в его случае можете не смотреть, что там написано в 7-мой версии. Пожалуйста, проверьте эти вещи, иначе есть риск, что после очередного обновления DXVK игры перестанут запускаться на нем. Если по какой-то причине вы не можете разрешить один из этих вопросов, вероятно, пока придется остановиться на использовании DXVK 1.10.3. Это последняя версия DXVK, которая не будет иметь возросших требований. Но, насколько я знаю, разработчики не будут параллельно выпускать исправление для этой ветки. Собственно говоря, то, из-за чего я хотел сделать ролик, само по себе использование Vulkan 1.3, отбрасывание или переработку устаревшего кода, уже дает прирост к производительности, и этого было бы вполне достаточно. Но еще есть некоторые нововведения. Мне удалось сделать некоторые тесты, и интересно мне показалось, как изменилась работа с кэшированием шейдеров. В частности, появление и использование в DXVK и расширение Graphics Pipeline Library. Наверняка все Linux Gamer со стажем знают, что при отрисовке каких-либо новых мест, персонажей или эффектов в свежеустановленной игре могут происходить заметные кратковременные падения производительности. Обычно называемые заикания или статоры. Происходят они из-за так называемой компиляции шейдеров. Опять же, для ясности, компиляция – это преобразование кода из вида более-менее удобного для чтения человеком, обычно это исходный код. Вид способен быть исполняемым машиной, обычно это двоичный или бинарный код. А шейдеры – это бинарный код, предназначенный для исполнения на графическом процессоре. Собственно говоря, без нее никак не обойтись, ведь центральный процессор должен составить код, который будет выполнять видеокарта. Благо, результаты вычислений могут сохраняться, то есть кэшироваться. Кэш – это у нас необязательные файлы, которые приложение создает в процессе работы. То есть их можно удалить, а приложение не перестанет запускаться. В целом, такая вот ситуация с шейдерами для разработчиков игр, использовавших E-RTX для Windows. Есть два режима работы с шейдерами. Составлять их заранее, например, во время экранов загрузки или ваун-меню, или составлять их по требованию, то есть когда уже необходимо отрисовать тот или иной конкретный объект. Собственно говоря, поэтому статоры могут происходить и в играх на Windows, особенно если у вас малопроизводительный процессор, на котором и должны составляться шейдеры. А на Linux это еще и усугубляется тем, что к перечисленному выше процессору необходимо сделать вычисление, которое от него просит DXVK, которое необходимо для работы уже конвейеров вулкана. Собственно говоря, что изменилось с приходом GPL? Прежде DXVK получал всю необходимую информацию для составления шейдеров только в момент отрисовки кадра и никак иначе. В GPL же DXVK теперь получает всю эту необходимую информацию в тот же момент, когда это происходит у D-RTX на Windows. То есть если разработчики игры составляют шейдеры заранее, DXVK тоже будет делать это заранее. Но если же разработчиками игры статоры задуманы изначально, и шейдеры они составляют только уже во время вызова на отрисовку кадра, DXVK продолжит повторять это задуманное поведение. В общем, какие из всего этого будут последствия для обычных игроков? Первое, вы не заметите больших изменений в некоторых играх, например, Ведьмак 3 не составляет шейдеры заранее. Второе, так как игра не подозревается о существовании DXVK, она не будет ждать на экранах загрузки, пока он закончит все нужные ему дела. Поэтому после загрузки уровня, вероятно, сначала придется самому поставить игру на паузу и подождать, пока DXVK фоновым процессом закончит вычисление шейдеров. И это может занять значительное время на слабых CPU. Это все пока в разработке, поэтому что-то еще может поменяться. Но я потестировал, это уже работает в той или иной степени для игр на DX11.9. К сожалению, среди тех игр, что я тестировал, их разработчики не составляют шейдеры заранее. К тому же, вероятно, GPL будет отключена для 32-битных игр, поскольку это приводит к увеличению использования памяти. А 32-битные приложения ограничены диапазоном в 4 гигабайта. Ну и лично для меня стало чуть ли не настоящим потрясением, что кэширование на Nvidia теперь заработало должным образом, и результаты вычисления теперь сохраняются на диск. То есть буквально, если пробежаться по какой-нибудь локации или уровню в игре, закрыть игру полностью, а потом включить ее еще раз, то статоров от компиляции шейдеров в тех же местах больше, наконец, не будет. Также хотелось сделать примечание касательно DXVK осинка патча. Лично я предпочитаю не использовать подобного хака, так как заранее известно, что это может служить причиной составления сломанных конвейеров вулкана, что в свое время и послужило отказом разработчиков DXVK от него в официальной сборке. Но тем не менее я знаю, что многие, к сожалению, продолжат пользоваться этим патчем, поэтому стоит сделать предупреждение. Из-за того, что он затрагивает переработанную часть кода, возможно будут новые проблемы. Поэтому будьте бдительны. Ну и напоследок напомню, что для игр на Unreal Engine 4 в конфигурациях можно хотя бы частично вместо разработчиков сделать их работу и попросить игру составлять шейдеры по возможности заранее. Это, конечно, не справит проблему полностью, так как подобным должны продумывать сами разработчики, но все же это лучше, чем ничего. На этом все. Всем удачных тестов.